Эксперты в области градостроения обсудили проблемы самарской застройки. Например, некорректное распределение её плотности. В городе простаивают большие промышленные территории, такие как площадка бывшего завода ЗИМ. Зато на периферии активно растут густонаселённые микрорайоны. Причём качество домов там вызывает большое сомнение у специалистов. Ещё одна проблема – регулярно нарушаются запреты на строительство в исторической части города. Это говорит о неэффективности нынешних правил землепользования и застройки в Самаре, которые не соблюдаются. Выпускник Самарского государственного архитектурно-строительного университета, а ныне директор проектов крупной консалтинговой компании в сфере комплексного развития городских территорий Семён Москалик, отмечает, что Самаре не хватает мастер-плана. Мастер-план от архитектурной концепции отличает то, что это не проект, а это перечень мероприятий и описание алгоритма, как эти мероприятия должны быть внедрены. И эти мероприятия не только архитектурного характера, но и социально-экономического. Такой документ, отражающий общую картину развития городских территорий, разработан, например, для города Свободной в Амурской области. Продвижение мастер-плана зависит от того, кто возьмёт для себя ответственность за его внедрение. Пока специалисты отмечают, что градостроительная политика часто уходит в чисто техническую часть, а на первое место выдвигается социальная. Я думаю, что все проблемы городов будут лежать именно в этой сфере. То есть уже не в физическом наличии или отсутствии дороги, а уже в том, что эта дорога может сделать для людей. Участники урбанистического форума, прошедшего в областной столице, обсудили также, может ли Самара претендовать на звание европейского города. Далеко не каждый город России может считаться европейским, потому что есть много таких городов, которые, грубо говоря, были построены в советское время с нуля, например, Тольятти. И вот его мы никак не можем считать европейским городом. У нас, конечно, есть очень много того, что выгодную сторону отличает наш город. В первую очередь, это, конечно, исторический центр, и это совершенно уникальная квартальная застройка, которая, в принципе, мало где встречается. Это уникальные дворы. О концепции европейского города на форуме рассказала и специалист из Германии Даниэла Зупан. С участниками она общалась по скайпу, поскольку из-за объявленной пандемии пришлось отложить приезд в Россию. Подобные мероприятия для урбанистов, Самарский политех и Совет молодых архитекторов города провели впервые. В дальнейшем это может стать традицией, которая поможет сформировать профессиональное сообщество, готового менять свой город к лучшему.